70% жителей столицы Коми поддерживают инициативу Владимира Путина по введению школьной формы. Большинство опрошенных считает, что это сгладит социальное неравенство между детьми. Таковы результаты опроса, который провел исследовательский центр «Праксис». Одобряются, кто в карте, и предложения главы Коми. Репортаж Елены Кононовой. Вот такую форму носили воспитанницы Усть-Сисольской женской гимназии в начале 20 века. Коричневое платье и два передника. Черный и белый парадный. Чем старше гимназистка, тем длиннее платье. Это закон гимназии. А так одеваются воспитанницы Сыктывкарской гимназии в начале 21 века. У учениц младшего класса бордовые сарафаны с белой сорочкой. Вторшеклассницы щеголяют в серой жилетке и синей юбочке. Она может быть в складочку или прямая с разрезом, но обязательно на 4 сантиметра выше колена. И никаких брюк. Трогий дресс-код здесь соблюдают даже преподаватели. Единую форму в учреждении ввели еще в 2000 году, когда переехали в новое здание. Была линейка торжественная. Все смотрелось очень красиво, торжественно. Рядом со мной стоял Шпектор, был тогда главой в Иркуты. Но он всегда найдет, к чему придраться. Он говорит, туфли разного цвета. Надо еще, чтобы и туфли были одинакового цвета. Теперь мы и туфли рекомендуем тоже черного цвета. С тех пор форма гимназисток меняла разве что цвета. Демократичный стиль одежды девочки себе позволяет только во внеурочное время. Я привыкла к этой форме. Она уже родной такой стала. Ну не знаю, мы вот с этой формой отличаемся от других школ. Это очень приятно. Нас всегда зовут на всякие мероприятия, потому что вот мы там красивые, у нас красивая форма. Но это приятно так всегда. Учащиеся коми национальной гимназии тоже не против единой формы. Для них это, во-первых, равноправие. Во-вторых, всеми любимые джинсы, в которых и в пир, и в мир, уже изрядно поднадоели. Я бы хотела, чтобы больше было женственности, то есть платья, юбочки, строгие брючки, может, каблуки. Вести единую форму следовало уже давно, считает руководство гимназии. Сегодня в классах уже провели родительские собрания. Большинство выбирают деловой стиль. Было проведено гимназическое родительское собрание, на котором родительский комитет обсудил о том, какой деловой стиль одежды будет выбран в гимназии. Но к единому решению не приняли. Решили, что каждый представитель родкомитета выйдет в свои классные коллективы, где уже каждое родительское сообщество класса примет решение о том, какую форму, какой вид одежды они для своих детей выберут. И как на теплые времена года, так и зимой. Инициатива Владимира Путина пришлась по душе и рядовым сыктывкарцам. По словам горожан, школьная форма, прежде всего, дисциплинирует и не отвлекает ребят от учебы. И родителям проще, и детям не надо будет друг перед другом вырисовываться. Ну, у вас сколько детей? Ой, у меня уже взрослая. Да, и как раз попало то время, когда школьную форму отменили. Но на выпускной вот этот последний звонок, она была вот в этой моей школьной форме. Было здорово, красиво, воспоминания хорошие. Чтобы все прилично там ходили. А то пуп голый. Все надо каждый день работать учителям, воспитывать, напоминать. Сейчас и родители-то некоторые не понимают приличия такого. Форма обязательно. Она не отвлекает детей от учебы, будем так говорить. Одобрили жители столицы и инициативы главы региона. Вячеслав Гайзер считает, что одежду для школьников непременно должны шить наши производители. И хорошо бы с использованием национальной символики. Что-то нужно. Что-то такое. Нужно какой-то значок, может быть, какой-то орнамент свой. Да, это было бы здорово. Свой опрос по введению школьной формы провел и Центр Праксис. Его сотрудники обзвонили более 300 человек. В основном это сыктывкарцы. 75% высказались «за». Эксперты уверены, аналогичные результаты были бы и по всей республике. В данном случае, мне кажется, что введение школьной формы – это в определенном смысле демократическая процедура, поскольку сейчас мы видим достаточно широкое расслоение по социальному статусу, по имущественному статусу. И, конечно же, дети в первую очередь реагируют на возможности своих родителей и смотрят, кто как одевается, кто как приходит в школу. И как раз это порождает некую такую конфигуренцию. И, наверное, введение школьной формы этот вопрос поможет снять, поскольку она будет, в общем-то, едина. То есть она будет одинакового качества. И здесь как раз тоже основная проблема снимется. Кстати, задавали вопрос и о собственной символике для отдельных учреждений. Эта идея больше понравилась лицеям и гимназиям, где есть свои традиции и обычаи. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал «Юрган». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова